Всем привет! С вами Светлана Никичук и вы на моем YouTube канале. Сегодня говорим с вами о кардиотренировках. Кардиотренировка это прекрасный метод похудеть, также возможность укрепить сердечно-сосудистую систему, кардиораспираторную систему, укрепить иммунитет, а также развить выносливость. Кардиотренировок есть огромное множество. Это и танцевальная аэробика, это тренировка зумба, которую сейчас все любят, это бег и еще много-много-много других. И сегодня я хотела рассказать конкретно о беге, потому что бегом я занимаюсь уже три года и я начинала как абсолютный новичок, причем что у меня очень долго это не получалось. Я хотела сегодня дать несколько таких практических советов для новичков, как начать бегать. Я очень долго наблюдала за теми, кто бегает. Я не понимала, как можно получать удовольствие от того, что ты бежишь, тебе тяжело, ты задыхаешься, у тебя болит в боку. И вот как эти люди говорят о том, что бег это круто. Я смотрела и понимала, что, наверное, они знают какой-то секрет. Я долго настраивалась, я покупала специальную одежду для тренировок, я покупала специальную обувь, я ждала нового понедельника, хорошей погоды, 1 числа, и я все никак не могла собраться. И в 2016 году просто в апреле, нет, это был март месяц, я поняла, что сегодня я готова начать, просто взять и побежать. Причем это была очень плохая погода, мы тогда жили в России, это еще был снег. Я оделась абсолютно некрасиво, но было тепло и удобно. И я побежала. Первая тренировка, конечно, прошла ужасно, потому что я то гналась как сумасшедшая, то складывалась пополам, держалась за бок, и я абсолютно никакого удовольствия от нее не получила. Я поняла, что я делаю что-то не так. После этого я начала смотреть ролики в Ютубе, начала много читать об этом, но я продолжала бегать. Вот так же неправильно я продолжала бегать. И я нашла очень классный метод, я установила программу приложения в телефон «Бег для начинающих». Это был очень крутой помощник, потому что само приложение, оно рассчитано на разные уровни подготовки. И когда вы выставляете уровень «Новичок», вы во время тренировки слышите голос. Вам говорят то «иди», то «беги», то «ускорься», то «замедлись». И так вместе с этим приложением я пробежала первую свою дистанцию в 3 км. Ну, конечно, я не пробежала, я больше прошла, но тем не менее это была уже победа. И так день за днем, каждый день я тренировалась. И в какой-то момент я поняла, что даже когда приложение говорит «иди», я бегу дальше, я не останавливаюсь, мне не тяжело. После этого приложения я закачала другое, которое уже было более интересное, где можно было отслеживать свою дистанцию бега, где можно было соревноваться с другими бегунами, такими, как я. Приложение, кстати, называется «Нарандальдик». Очень советую, на самом деле, очень интересно. И за 3 месяца регулярных тренировок я начала с марта, и уже в мае я пробежала дистанцию 12 км, это было за 75 минут, то есть это было 1 час 15 минут. За первые 3 месяца регулярных тренировок я вам скажу, что у меня очень сильно увеличилась выносливость, я прекрасно себя чувствовала, я чувствовала море энергии, у меня увеличилась скорость бега. Более того, я настолько втянулась в этот процесс, что тренировка для меня была уже, знаете, не тренировка, на которую я себя вначале тащила, просто зашкорить, а я реально бежала с удовольствием, потому что это была музыка с любимым плейлистом, это был свежий воздух, это был час только для меня, когда я ни о чем не думаю, я не работаю, я ни с кем не общаюсь, у меня просто есть время побыть с собой наедине, восстановиться, ну у всех восстановление разное, вот у меня восстановление именно такое, и я правда до сих пор, уже 3 года, я очень сильно люблю этот тренировок. Если вы только начинающий бегун, вам будут полезны следующие советы. Обратите внимание, в какой обуви вы тренируетесь, обязательно возьмите кроссовки для бега, не для фитнеса, не для ходьбы, а именно для бега, потому что обувь будет хорошо амортизировать и защищать ваши суставы. Следующее, обратите внимание, в чем вы тренируетесь, это не должна быть сковывающая одежда, сильно утягивающая, синтетическая, это должна быть обязательно одежда, в которой вам комфортно, в которой не сковываются ваши движения, а также она должна хорошо впитывать пот. Следующее, если вы только начинаете, естественно, не нужно бегать и делать такую же ошибку, как я, когда я, как рассказывала, то бежала, то складывалась пополам, начните просто с ходьбы. 15 минут, 20 минут ходьбы, равномерного шага, чуть быстрее, чем прогулочный шаг, и без остановок, и вы увидите, что через время вы сможете уже и побежать. Очень важно следить за пульсом. Если вы хотите, чтобы ваша тренировка была не просто приятной прогулкой на воздухе, а также это была жиросжигающая тренировка, здесь важно следить за пульсом. Он не должен быть слишком низким, иначе тренировка просто пройдет впустую, и он не должен быть слишком высоким, иначе жиры сжигаться не будут, а в расход пойдут как раз гореть мышцы. Какой же пульс должен быть? Вы можете рассчитать самостоятельно свой пульс. Есть такая формула общепринятая, 220 минус возраст, это будет максимальный пульс для вас. Из этой цифры вы можете вывести 50% или 60% от максимального пульса. Вот как раз именно в этих пределах от 50% до 60% от максимального пульса это будет именно тот коридор пульса, в котором вы будете тренироваться для того, чтобы происходило максимальное жиросжигание. То есть чем быстрее, это не значит, что это лучше, либо эффективнее. У меня это пульс самый нижний 120, самый высокий 135. То есть вот примерно в таких вот пределах я тренируюсь именно для жиросжигания. Следите за техникой бега. Останка прямая, смотрите прямо, не зажимайте плечи, опустите их. Руки согнуты в локтях и прижаты к туловищу. Бегите легко, мягко, пружиньте. Также очень важно момент разминки, потому что первый километр или примерно 5-10 минут первый всегда это будет период вырабатывания, когда вам будет немного тяжело, тело будет деревянным, вы будете немного сбиваться в дыхании. Но опять же это только момент разминки, поэтому первые 5-10 минут это должна быть еще более легкая тренировка, чем основная. Какой должен быть шаг? Это должен быть ваш обычный шаг. То есть не стоит бежать большими шагами, либо семенить мелкими шагами, иначе вы просто-напросто очень быстро устанете, и это будет сложно. Поэтому бегите обычным, привычным шагом для вас, приземляйтесь на среднюю линию стопы, мягко отталкивайтесь и делайте следующий шаг. Для того, чтобы было проще бежать, немного наклоните корпус вперед. Всегда очень много вопросов, нужно ли пить воду во время тренировки или нет. На самом деле, конечно же, нужно. Вы потеете, вы теряете воду, ее нужно восполнять. Единственное, что нужно ее пить совсем понемножечку, и не в больших объемах, потому что увеличивая объем крови, вы создадите дополнительную нагрузку на сердце. Ну и последний вопрос. Сколько же нужно тренироваться раз в неделю? Начинайте с трех, и постепенно добавляйте по одному дню, пока вы не дойдете до семидневной тренировки, и вы будете видеть, что вы не только тренируетесь с удовольствием, но при этом еще чувствуете желание и потребность пойти потренироваться. Начинайте с минимального времени, с 15-20 минут, и постепенно увеличивайте свою тренировку до 60 минут. Больше, я думаю, не стоит. Тренируйтесь грамотно, укрепляйте свое сердце и кайфуйте от того, что делаете. С вами была Светлана Никитичук, всех обнимаю, всем пока!